В этом вся соль. Данная фраза могла бы стать девизом рода Строгановых. Историки Ключевский и Костомаров считали, что Санкт-Петербург построен на костях. А вот про этот храм можно сказать, что он построен на соли, металле и даже жемчуге. Сколько в наше время стоит соль? Копейки. Сколько она стоила несколько веков назад? Адские деньги. Соляной бунт, соляной налог. Во Франции он даже имел свое собственное название – габель. Одни только эти исторические названия наглядно показывают ценность данного продукта для всех слоев населения. В отсутствие электричества, соответственно, холодильников, остро вставала проблема сохранения продуктов питания. Были, конечно, погреба со льдом, так называемые ледники, но они не всегда спасали. Поэтому мясо, рыбу, овощи для их сохранности предпочитали солить. Можете себе представить, сколько для этого нужно было соли? Ее добыча была золотой жилой. И вот с этого дна на самый верх в стратосферу дворянства поднялись Строгановы. Изначально мужики Соливары, а в итоге одни из самых богатых аристократов Российской империи. Точка отсчета – Аники или Иоанники Строганов, который в городе Сольвичегодск понял, что местная соль стоит полторы копейки за пуд, а в Москве – девятнадцать. С этой несложной арифметики все и началось. Аники довольно рано потерял отца и трех его братьев, своих дядей, но, как вы заметили, не растерялся. Помимо соли он наладил выкуп у местных охотников пушнины и отлов речного жемчуга. Если посмотреть на порсуны с изображением бояр и боярынь, то можно увидеть, что одежда отделана жемчугом, им же раньше украшали оклады икон. Естественно, в народе родилось поверье о том, что Строгановы были обладателями каких-то тайных знаний, которые им позволяли выращивать жемчуг искусственный в собственном пруду. А вот Ермак Тимофеевич, воспетый не только пропагандой Российской империи, но даже советской. Ведь он был, по сути, бандит, дошедший до того, что напал однажды на царское посольство, направлявшееся в Персию. И висеть бы ему на дыбе, сгинуть в истории, как тысячам других разбойников, поскольку Иван Грозный организовал его поимку, если бы не Максим и Никита Строгановы, внуки Аники. Они предложили Волжскому Корсару организовать, по сути, частное охранное предприятие. Надо ли гадать, что между виселицей и службой за деньги Ермак выбрал второе, после чего отправился со товарищами за Урал покорять тамошние края. Завоевание Сибири Строгановыми – это частная авантюра, в которой они с помощью ЧОПа отжали у местных князьков ханов огромный ломоть земли с натуральными природными богатствами. И когда об этом донесли царю, а тот, естественно, вознегодовал, то подарили ему таежный край. А он им в ответ эксклюзивные права на монетизацию местных ресурсов. Более того, Грозный неоднократно пользовался охранниками Строгановых. Например, в грамоте от 6 августа 1572 года в адрес Якова и Григория Аникиева Строганова. По случаю убийства 87 русских торговых людей около городков Канкара и Кергедана, черемисами и башкирцами. Выбрав охочих людей ходить на них войною и приводить под высокую руку царскую. И вот сформирована огромная бизнес-империя, которая, как и в случае с Аникием, оказалась в руках одного наследника династии, Григория Дмитриевича Строганова, которому на момент получения прав на нее было всего 17 лет. Но в то время юноши, выходя из пубертатного возраста, быстро взрослели. Григорий мог бы стать типичным представителем золотой молодежи. Странжерить несметное богатство на различные удовольствия жизнью. А он стал спонсором затей Петра Первого. Построил для него на Воронежских верфях два военных фрегата, потом еще два спущенных на воду в Архангельске. В год основания Петербурга Григорий Дмитриевич переселился в Москву. А до этого центр его бизнеса располагался здесь. Сначала на другом берегу в Гордеевке, а потом именитый человек Григорий Строганов, как сказано в описной книге Нижегородских беломестцев, то есть те, кто был избавлен от налогов, владел, на Ивашкове дворе Кирпичево и на Гришкине дворе Сладенника. У церкви Рождества Пречистой Богородицы двор верхний, да на берегу Оки на порожнем месте построены ныне вновь для соляного промыслу каменные анбары, а на них построены каменные шпалаты, да на нижнем посаде у таможни анбары каменные. Но нам интересно название Рождества Пречистые Богородицы. Это запись от 1685 года. Но Строганов начал строить данный храм только в 1696 году. Дело в том, что здесь рядом действительно располагалась Рождественская Церковь, а главный престол был освящен во имя Собора Пресвятой Богородицы. Но горожанам по старой памяти было проще и этот храм называть Рождественским. В искусствоведении помимо Петровского барокко, Елизаветинского барокко, Нарышкинского барокко, есть еще Строгановское барокко. Собственно, перед вами его ярчайший образец. К сожалению, это словосочетание известно не так широко, как «бев Строганов», но тоже, согласитесь, немалый вклад в российскую, а может и мировую терминологию. С этим храмом связано имя и внука нашего героя Александра Сергеевича Строганова, который в канун войны с Наполеоном провел здесь капитальный ремонт. Как и дед, Александр Строганов спонсировал возведение другой знаковой церкви на этот раз в Петербурге Казанского собора. Так что мы с вами находимся перед самым настоящим Строгановским центром Нижнего Новгорода, который вы можете посетить, приехав в этот замечательный город. С вами был гид Павел Перец и команда проекта «Нижние 800». Субтитры создавал DimaTorzok